СВИТ ЖИВЕ ИСТОРИЯМИ ЗНАЙДИ ТА ЗНИМИ СВОЮ КОРОТКУ КИНОИСТОРИЮ До 17 ЛИПНЯ ПОДАВАЙ СВОЇ РОБОТИ НА ФЕСТИВАЛЬ НОВОГО МЕТРА ДЕКИНО У НЕТИПОВЫХ СУЧАСНЫХ НОМІНАЦИЯХ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Это Медиач Сива, специальный блок книг. Сегодня мы поговорим с вами об Оливии Китридж и о том, что она знает. Об этой удивительной женщине, которую придумала несколько лет назад американская писательница Элизабет Страут и получила за эту историю Путлицеровскую премию. А премию это, как известно, просто так совсем не дают. Итак, Оливия Китридж – это роман, который построен очень удивительно. Он состоит из 13 новелл, и они охватывают 25-летний период жизни женщины. Она учительница в маленькой провинциальной школе, живет в маленьком провинциальном городке в штате Мэн. Напомню, что это любимый штат Стивена Кинга, штат, в котором очень любят снимать и о котором очень любят рассказывать американские режиссеры, сценаристы и романисты. Штат, затерянный среди лесов и озер, красивый и словно немножко оторванный от цивилизации. У Оливии Китридж непростой характер, ангелоподобный добрый муж, который владеет местной аптекой. И знаете, что самое интересное в этом романе? Вот эти 25 лет жизни Оливии – это не молодость и не юность, о которых так любят писать романисты. Роман начинается, когда нашей героине уже за 40, ближе к 50 и заканчивается в ее старости. Элизабет Страут взяла и рискнула и рассказала историю о том, что бывает с людьми после 45, о том, как они чувствуют старение, приближающуюся смерть. А HBO рискнул и начал снимать сериал. Первый сезон вышел в 2014 году и получил огромное количество и позитивной критики, и всевозможных премий. А самое главное – любовь зрителей. Главные роли в нем сыграли Фрэнсис Макдорманд и Ричард Дженкинс. В жизни главных героев как будто бы ничего не происходит. Но она полна внутреннего напряжения, какого-то скрытого конфликта. А Оливия Китридж вообще существо очень странное, запутанное, у нее скверный характер. Она часто сердится и злится. И вообще непонятно, как она живет с этим своим добряком мужем. Но по ходу повествования мы узнаем, героиню ближе, а заодно и самих себя. Потому что в нас ведь много и светлого, и темного, плохого и хорошего. И жизнь – это какая-то дорога, течение, которое нам нужно пройти. Все эти истины очень банальны, но рассказаны они невероятно трогательно. А в заключении, для того, чтобы привлечь вас и к этой книжке, и к этому фильму, я хочу прочитать вам небольшой отрывок из финала романа о любви. Любовь нельзя беспечно выбрасывать, словно пирожное с блюда, где лежат еще другие пирожные. И это блюдо будет снова предложено вам. Нет. Если вам предложили любовь, вы выбираете ее или не выбираете. Так что это история о любви и о том, что без нее жизнь наша абсолютно бессмысленна. А еще наша жизнь бессмысленна без хороших книг. Ведь их написали очень умные люди.